салют подписчикам канала атома сём и случайным зрителям этого видео ну что друзья впереди очередная большая распродажа на алиэкспресс и все кто не купил пока x3 pro еще не радуются все таки значит на это есть какой-то ряд причин либо какие-то сомнения либо хочется что-то альтернативного например realme gt master edition у меня был полный обзор на этот смартфон кто не смотрел обязательно досмотрите сначала этот видос до конца потом проходите на канал смотрите обзор вот этого красавчика я оставлю рекомендацию вот тут я рассказывал про все возможности и плюсы и минусы этого телефона но все-таки полностью достоинства и недостатки устройства раскрываются через какое-то время использования у меня смартфон уже более месяца на руках и я еще раз уже на трезвую голову скажем так когда поутихла шумиха вокруг этого realme gt master попробую рассказать про этот телефончик с учетом опыта эксплуатации и с некоторой оглядкой на популярный poco x3 pro это не обзор друзья и не сравнение это субъективное рассуждение надеюсь вам будет интересно досмотреть до конца но прежде я хочу напомнить что я открыл канал в телеграме в котором каждый час публикуются самые необычные порой даже полезные находки с алиэкспресс естественно ссылка на покупку канал так и называется необычная с алиэкспресс плюс мы все любим халяву поэтому я публикую туда актуальные промокоды и купоны для более выгодных покупок ну и бонусом дублирую все свои видосы тоже туда кому интересно преддверие распродаж заходите на канал по ссылке в описании собирать купоны и экономьте на покупках еще больше ссылка будет в описании и также в закрепленном комментарии и так друзья первое наверное что мне реально понравилось в смартфоне realme gt master edition это его компактность после эпохи x3 телефончик кажется реально мелким он удобно лежит в руке не мешается в кармане и в общем то это получается такая золотая середина по габаритам то есть это не iphone 12 mini но и не откровенная какая-то лопатая я на канале проводил опрос ждете ли вы компактный смартфон от сяоми или вам нравится лопатой проголосовала очень много народу ребят и результат интересный все же большинство оказывается ждут компактник от сяоми и кстати сарафанное радио донесло что вскоре у сяоми появится несколько компактных смартфонов с хорошей предфлагманской начинкой я надеюсь все эти аппараты ко мне на обзор попадут поэтому чтобы не пропустить эти обзоры подписывайтесь на канал ну к делу это отношение не имеет второй момент это дизайн смартфона тут реально приятно увидеть что-то новенькое не градиент какой-то набивший оскомину и не пластик тут задняя крышка покрыта эко кожей ну и имеет она явно выраженную фактуру уже слышали наверняка что в народе смартфончик прозвали чемодан эдишен ну как бы понятно внешность соответствует а далее друзья приятно что производитель позаботился и положил в комплект вот такой чехол тут тоже не все просто чехольчик этот фирменный не какая-то времянка не резиновое изделие номер два нормальный добротный чехол который сохраняет общий стиль и внешность смартфона на этом предлагаю вопрос дизайна закрыть и пару слов я хочу сказать о эргономике gt мастера смотрите друзья на пока x3 все кнопки управления находятся на правой грани да и у всех других смартфонов все уме по моей памяти кнопки находятся справа я не сильно знаком честно говоря с модельным рядом real me но вроде как у большинства аппаратов также кнопки справа тому пример вот популярный real me 8 pro кнопки громкости и кнопка питания у него также справа поэтому если вы привыкли вот к такому-то расположению элементов управления при покупке gt мастера вам придется отвыкать потому что качелька громкости тут слева а кнопка питания справа я знаю что большинство в принципе вообще пофиг вот и вся моя жизнь но все же консерваторам этот момент будет важен поэтому я и упоминаю об этом ну а также важно что в телефоне есть нормальный разъем под проводные наушники опрос на канале показал что вам этот разъем необходим поэтому не надо писать в комментариях что есть уже твс наушники все-таки проводной звук и звук по bluetooth это разные вещи ребят для тех кто ценит действительно звук но в остальном тут смартфоне далее все как у всех то есть тайп си динамик два микрофона один снизу другой сверху две sim карты тут можно поставить карту памяти к сожалению поставить нельзя это огромный минус на мой взгляд но еще большим минусом смартфона можно считать конечно же монозвук тут всего один динамик он отвечает за внешний звук мультимедиа и вот после poco x3 в котором офигенное звучание и мы просто кайфуем и забываем обо всем в случае с realme кайфовать придется только в наушниках благо выбор есть проводные или беспроводные за время использования корпус смартфона себя кстати говоря хорошо показал заднее покрытие тут устойчиво к царапинам она не собирает плюс ко всему отпечатки пальцев блок камер не сильно выступает из корпуса можно сказать что вообще не выступает поэтому смартфончик может можно без проблем класть на стол то есть вы можете спокойно пользоваться телефоном когда он лежит на столе вроде бы мелочь но комфорта добавляет экран тут завода прикрыт пленкой датчик приближения не тупит датчик освещения отрабатывает хорошо фронталка расположена как видите там где доктор прописал и в общем то если сравнивать с poco x3 по эргономике по дизайну realme на мой взгляд круче но печалит единственное отсутствие стерео но также в x3 мы можем вот карту памяти поставить и есть в x3 световой индикатор пропущенных событий который в мастере отсутствует а нет его в gt мастере потому что экран у смартфона amoled и вроде как альтернативой индикатору пропущенных событий выступает функция always on display пару слов кстати про экран ребят тоже хочу сказать тут он на 6 43 дюйма и у x3 про экранчик на 667 поэтому резонно в принципе взять пока в том случае если вы либо киноман какой-то либо геймер в пятом колене то есть понятно да экран больше и на нем соответственно комфортнее как-то воспринимать информацию но опять же это все в том случае если вы не устали от лопат потому что могу сказать на практике что с дисплея на 6 43 тоже в принципе довольно комфортно смотреть видосы и играть в игрушки у realme качественный экран давайте пройдем в аиду что более подробные характеристики посмотреть экранчик этот с разрешением 1080 на 2400 и вот при диагонали 643 этого разрешения более чем достаточно чтобы картинка была четкой в плане плотности пикселей тут получается 409 ppi то есть картинка действительно довольно плотная качественная на мой взгляд и если мы например зайдем в настройки экрана то увидим тут большой выбор различных крутилок чтобы откалибровать дисплей под свой вкус и отдельно я отмечу несколько козырных моментов скажем так это во первых возможность включить повышенную частоту обновления картинки 120 герц причем мы можем выбрать эту частоту как постоянную или как адаптивную у x3 тоже 120 герц экран но напомню что частота только адаптивная ну и противоречивый момент друзья это конечно же сканер отпечатков пальцев под экраном да это технологично но не совсем удобно по крайней мере сначала то есть придется привыкать хотя вроде как отрабатывает как видите он нормально далее что я хочу сказать друзья если вы будете пользоваться джеки мастером у вас будет складываться ощущение что это какой-то флагманский смартфон потому что работает он шустро в игрушки я на нем не играю но в этом плане если понадобится то без проблем смартфон будет тянуть тот же например геншин impact тем более какой-нибудь папка и так далее виной всему естественно процесс а в этом телефончике установлен проц от snapdragon 778 g этот процессор плюс ко всему поддерживает еще и мобильные сети пятого поколения 5g сейчас у нас не особо развит но если смартный перспективу берете то почему бы и нет в питере например в москве 5g сети уже в некоторых районах присутствует процессор это конечно не топовые друзья но характеристики и возможности его впечатляют и будет этот смартфон еще актуален как минимум пару лет потому что со своей конфигурацией в антуту он набирает 538 тысяч баллов то есть это конфигурация 8 256 и если опять же сравнивать то пока x3 pro набирает 575 тысяч баллов и напомню в нем также 8 256 именно вот в этой моей модельки gt мастер ребят весьма производительный телефон он не троттлит при длительных нагрузках и что приятное он не нагревается то есть корпус остается умеренно теплым но не только железо естественно влияет на производительность и общую работу системы но и хорошая оптимизация одного к другому все вы знаете что такое оболочка миуай на сяоми мы довольно хорошо изучили все ее плюсы и минусы у меня на канале полно настроек и фишек сяомишной оболочки но реалми у нас смартфон другой естественно компании и оболочка у него своя фирменная реалми уай они я также рассказывал в отдельном видосе то есть делал ее полный обзор общее между оболочками только одно построены они на базе android в данном случае оба смартфона фурышит на 11 андроиде ну и в принципе что греха таить функционал и фишки этих оболочек плюс-минус одинаковые я не буду тут топить за оболочку реалми и не буду поливать по моему миуай обе оболочки классные у них есть и свои плюсы и минусы есть и свои фанаты и ненавистники единственное для тех кто реально заморачивается могу сказать что в реалми уай нету встроенной рекламы это как раз для ненавистников него далее что меня реально порадовала в смартфоне друзья в сравнении с пока x3 pro это естественно камера да я оставил google камеру на x3 pro настраивал ее обо всем этом рассказывал вот в этом вот видео но все же жить и мастер с основным модулем на 64 мегапикселя без танцев с бубном снимает намного лучше очень круто в камере отрабатывать искусственный интеллект автоматика делает цветопередачу более насыщенный и добавляет контрастов темноте выручает ночной режим который доступен на всех основных фокусных расстояниях вот что еще друзья оптической стабилизации в камере нету видео смарт записывает в максимальном разрешении 4к с частотой 30 кадров в секунду и в общем-то камера мне понравилась с учетом ценника смартфона она крутая на gt мастере у x3 pro вопрос камеры лучше вообще не поднимать этот смартфон не про камеру ребят ну и отмечу такой важный параметр как автономность смотрите у смартфона gt мастер батарея на 4 300 миллиампер час вроде как-то немного если учитывать что сейчас все умничные смартах ставит по 5000 миллиампер час а то и выше в x3 например у нас батарея на 5 160 миллиампер час что получается по факту ребят естественно беспроводной зарядки и там и там нету но есть быстрая зарядка причем на 65 ватт быстрая зарядка у gt мастера она идет в комплекте смарт с помощью этой зарядки заряжается с 0 до 100 чуть более чем за 30 минут то есть прикольно с утра просыпаемся пока собираемся на работу или куда вы там собираетесь я не знаю можно зарядить смартфон на рабочий день зарядки хватит при смешанном режиме использования где-то около 7 часов экрана можно будет вытянуть x3 у нас поддерживает быструю 33 ватт ную зарядку и заряжается он за час с небольшим автономность опять же средняя при средней работе использования у нас получается вытянуть где-то около 8 часов экран если заморачиваться настройками то оба этих смартфона могут проработать намного дольше ребят в итоге что хочу сказать у realme получился действительно очень добротный интересный смартфон который может конкурировать с аппаратами от сяоми у него классная внешность он компактный хорошая начинка как железная так и программная хорошая камера и в общем-то очень удачный приятный смартфончик с другой стороны пока x3 про дешевле предлагает нам охренеть какую мощность за эти деньги он больше скомбинирован под мультимедиа на мой взгляд но камера и дизайн его проигрывают конечно также для многих противоречивым может показаться дисплей то есть в gt мастере amoled в poco x3 ips ну и в poco x3 у нас стереозвук есть в общем то наверное все я ссылки в описании оставлю на эти оба смартфона но также полезный реквизит для них и для других смартфонов также будет в описании под видео сейчас распродажа самое время покупать если хотели не забудьте про мой канал в telegram ну а на сегодня все друзья если хотите подписывайтесь всего вам доброго и до скорых встреч